24-го числа, вот, это получается марта, к нам зашли на территорию ЛИП-центра оккупанты. Они начали расстреливать его сначала с гранатометом, с пулеметом, и потом они зашли. Ну, в этот момент, естественно, я там постарался, чтобы все ребята повыскакивали в окнах, кто был в здании. Некоторые были на хозблоке, они попрятались там, поубегали в село, кто спрятался там за ящиками. Вот, ну, мне, получается, не было возможности уйти, потому что у нас был один парень, у которого обрезаны ноги. Поэтому, ну, уйти у меня не было никакой возможности. Потом, когда зашел пулеметчик, вот, он начал расстреливать внутри весь ЛИП-центр, стрелять по стенам, вот, по зеркалам. Потом он начал расстреливать по потолок, там такое, вот. И я ему крикнул, что мы мирные, у нас нет оружия. Он говорит, сколько у вас? Я говорю, двое. Он говорит, выходите. Ну, я сказал, что один не может, у него нет ног. Вот. И он сказал, выходи ты. Я когда вышел, зашел их комбат, это был батальон разведки российской. Меня связали, короче, потащили там, бросили потом на КАМАЗ. Вот. И завязали глаза, и я приехал на куда, я не знаю. Я не знал тогда. Там меня допрашивал другой же командир батальона. И начал рассказывать мне, что я такой же самый врун, как и те волонтеры, которым они ноги попростреливали, которых поубивали, которые рассказывали, что хлеб только возят и продукты. У кого находили фотографии в телефонах, кого подозревали в терребороне, оружие у кого находили, там даже охотничье. Всех их привозили туда и били, пытали и убивали, короче. У него был список, весь сей терребороны. И он сказал, я сейчас беру первых двух по списку, прострелю им ноги, и они все про тебя расскажут. И меня потом бросили в канализацию, чтобы пока подержать там, для того, чтобы он сказал, что он поедет в село и узнает за меня все. В колодце, естественно, там, ну, узкие кольца были. И первые сутки я еще вставал, садился, вставал, садился. Ну, а на вторые сутки я уже встать не мог. Я понимаю, что это Бог все сделал для того, чтобы со мной просто пообщаться. Потому что мои отношения с Богом были, и очень многие вопросы я даже с Ним не хотел обсуждать. Но вот в колодце, когда я был с завязанными глазами, связанными сзади руками, и в тесном колодце, мне уже деваться было некуда. Поэтому я просто сидел, молился, славил Бога. И на самом деле такой был случай, что когда я сидел песню «Шторм», там, припев еще пел, то шел дождь, и на меня уже даже начало капать. И вышел этот один из срочников, и он на люк канализационный бросил клеенку и обложил ее камнями. Вот. И меня не залило. Когда меня достали с канализации, меня бросили в сарай. Я не мог ходить за мной. Дедушка ухаживал, ему 72 года вообще. Он сам еле там на ногах стоял, но он всегда укрывал меня, переворачивал меня, и даже сбоку-набок первое время не мог переворачиваться. И я начал молиться просто, чтобы они ушли и забыли про нас. И потому что, если бы разведчики зашли, то было бы очень плохо. Но разведчикам было не до нас, потому что грады отходили, и мы слышали, как танк ехал задом, и от кого-то отстреливался. То есть наши наступали им серьезно на пятки. Поэтому просто разведчикам было не до нас, и они не зашли, и не попрощались. Вот это, в принципе, нас и спасло. Через два часа, как они уехали, мы вышли, нашел Женю. Женя один лежал без ноги, это все ребята ушли. Договорился с местными, там местные как раз пришли, чтобы забрать его. И нас двоих поселили в подвал. Этот опыт я никогда ни на что не променяю. Это мне надо было. И те отношения с Богом, которые я пережил там, в канализации, я никогда в жизни такого раньше не переживал. Поэтому я очень благодарен Богу за то, что со мной произошло. Я вышел оттуда совсем другим. То, что Богу надо было бы потратить времени, где-то три или пять лет, произошло за три дня. Сегодня я счастливый человек, потому что ценности у меня сформированы правильно. Приоритеты расставлены правильно. Я четко вижу цель. Не надо бояться трудностей, не надо бояться испытаний. Трудности – это наши друзья, которые помогают нам подняться, встать. И трудности они показывают, что внутри человека. В Библии написано, от раба Господнего требуется одно – оказаться верным. И самое главное – нельзя бросать людей. Нельзя. Никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok